Здравствуйте. Я хотела первый вопрос задать от имени нашей коллеги Жени Уранкаевой, которую лишили аккредитации. Добрый день. Я хотела бы задать вопрос от имени нашей коллеги Жени Уранкаевой. Еще вопрос от Тамары Валь, власть. Пожалуйста. Добрый день. У меня на самом деле вопрос не от меня, а от моей коллеги Жени Уранкаевой, которой правительство запретило доступ в это здание и из-за действий пресс-службы, и, в частности, как я считаю, кабинеты министров, в том числе, которые не реагируют на наши обращения, наши коллеги. Здравствуйте. Спасибо. Президент в своих посланиях настолько часто говорит о необходимости слышащего государства. И просто удивительно, насколько регулярно правительство делает все наоборот. И сложившаяся ситуация – это яркий пример этому. В этом большая ответственность, в том числе курирующего вице-премьера, и ответственность министра культуры и информации, которая обещала при первом инциденте защитить права журналистов, но не пришла на пресс-конференцию. Это я к тому, чтобы вы не испытывали иллюзии о том, что строите слышащие государства. И мой первый вопрос хочу задать от имени журналиста Жени Уранкаевой. Вот ситуация Жени Уранкаевой – это не история про то, что она нарушила какой-то регламент. А история более глубокая. История про ограничения, которые потихонечку всех нас просто берут в кольцо и сдавливают. И сдавливают свободу слова, свободу СМИ и свободу мнений. Вопрос, от кого мы защищаемся? От 20 тысяч туристов-террористов, что ли, или что? Зачем все эти меры безопасности сделаны?